Сегодня воскресенье и в эфире Лицкого телевидения итоговый выпуск информационной программы события в студии Алексея Вадейко. Здравствуйте! Самое значимое событие этой праздничной и короткой трудовой недели мы вспомним прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Следующая центральной районной аптекой номер 146 Регина Лопата. Мне было бы оказана высокая честь представлять наше предприятие на приеме у губернатора нашей области Кравцова Владимира Васильевича. Мероприятие прошло в торжественной обстановке. Присутствовали 24 женщины с нашей области. Очень тепло поздравил Владимир Васильевич всех присутствующих женщин с международным женским днем. Периодически были на мирах художественной самодеятельности. Также очень теплые слова были сказаны игуменей Гродинского женского монастыря Гавриилой, которая акцентировала внимание на нравственные вопросы, касающиеся наших женщин. Также меня лично удивила присутствующая одна из женщин, 95-летняя, участник Великой Отечественной войны Валентина Петровна Баранова. Несмотря на свой преклонный, скажем прямо, возраст, она сохранила светлую память. Она очень энергичная и, в общем-то, показала пример всем женщинам, какой можно быть, несмотря на возраст. Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 марта за рождение и воспитание 5 и более детей вручил Орден Матери 18 представительницам прекрасного пола. В их числе были и личанки Ольга Живушка и Светлана Скрага. Еще четырем нашим землячкам награда за материнский труд в этот день была вручена в Лиде на праздничном мероприятии, посвященном Дню Женщин. Прогожая, чаровная, привабная, непродказальная, романтичная и вядома шкаханы. У адрес личанок со сцены Палаца культуры сегодня гучали без перабольшования десятки комплиментов. Мужчины говорили их щиро и досягло сердце, а ящины дяковали им за профессийное досягнение и досягнение у семьи и выказывали пожадания. Дорогие женщины, примите от Лидского районного исполнительного комитета поздравления по случаю замечательного весеннего праздника. Глядя на ваши улыбки, хорошо понимаешь, зачем нужен этот день и становится все равно, когда и кто его придумал. Главное, что он дает нам, мужчинам, не только дополнительный выходной, но и возможность сделать вас, женщины, и в вашем лице бабушки, мамы, жены, сестры, дочери, коллеги, немножечко счастливее. Сегодня нет той области и сферы деятельности, где не трудились бы наши женщины, которые укрепляют, украшают нашу страну, наш Лидский район. С одинаковым изяществом вы умеете пристать на сцене и работать на стройке. Вы успеваете быть хозяйками в семье и грамотными руководителями на производстве. Вы умело обращаетесь с людьми в коллективах и достойно отвечаете за честь страны на спортивных соревнованиях. При этом вы остаетесь заботливо беженами, ласковыми матерями, добрыми бабушками, истинными хранителями домашних очагов. Дорогие друзья, в праздничные дни мы всегда с самыми нежными чувствами поздравляем наших мам. Вы, уважаемая мама, воспитываете новое поколение, готовите детей к самостоятельной жизни, думаете о новой достойной смене, оказываете активную помощь в школе в воспитании детей. Вы стараетесь сделать все, чтобы наши дети стали настоящими людьми. Народная мудрость гласит, что за каждым великим мужчиной стоит добрая, отзывчивая, внимательная и благоразумная женщина. Ваша поддержка, понимание и мудрый совет позволяют нам, мужчинам, делать карьеру, стать успешными в жизни. В канун вашего праздника хочется пожелать, чтобы мужчины не только в этот день, но и во все другие дни текущего года дарили вам радость, цветы, подарки и свою любовь. Я желаю вам женского счастья, семейного благополучия. Пусть ваши глаза сияют от внутреннего доброго света. А если не появляются слезинки, то пусть они будут от смеха и от радости. От всей души желаю вам каждой, чтобы ваша жизнь была наполнена радостью и окружена вниманием дорогих и любящих вас людей. Не глядя на все профессийные досягнения, головным призначением женщины во все часы было ее сегодня материнство. В Беларуси для мати, которая народила и выховала пятерых детей, продугледжена высокая державная узнагорода – Орден Мати. У леди сегодня его отримали Татьяна Кушнер, Юлия Яскель, Александра Мурыны, Тамара Роман. Приятно, конечно, очень. Чувствуется поддержка государству. Если бы не государство, у нас, наверное, не было бы сейчас квартиры, которую мы получили. У нас было четверо детей, когда мы получили квартиру. Уже младший, самый Максим, который здесь родился в Лиде. Как мне сказали, это подъек. Очень приятно, что отметили. Самое главное все равно вообще – признание своих детей. Рожали, конечно, не для того, а вот всегда мечтала, чтобы была большая семья, дружная, сплоченная. Приятно, что государство нас не забывает на таком уровне. В первую очередь, это я для себя родила. А для меня волнительно то, что у меня завтра день рождения и большой этот подарок будет. До такой уваги ГТ жанчины не привыкли, хибо что только сбоку своих детей. А у семьях у всех сегодняшних головных виновниц урочистости их по пятера. Некоторые в святочный момент были разом с мамами. Побач были так само мужи и батьки многодетных матери, а так само их коллеги. У сены, подчас церемонии уручения ордена матери, хвалявались они меньше, чем сами владельницы у знагороды. Многодетные шмати с гонором принимали орден и отзначали – соправдное счастье жанчины у семьи и детях. Это счастье. То, что большая семья. Я никогда не думала в жизни, что будет у меня большая счастье. И детей будет столько много. Ну вот, получилось так. Дети и муж поддержка? Да, поддержка очень большая. Дети молодцы, большие уже. Младшего поддерживают, которому еще полтора года. Ну, это же подарки больше. Это, ну, не знаю, это любовь. Это радость. Ни Татьяна Кушнер, ни Юлия Яскель, ни Александра Мурин, ни Тамара Роман не разумеют, як некоторые жанчины отмавляются от великой семьи и все свое житё присвячают одному детяти. По их миркованиям многодетная мать отрымливая у разы больше детячей любови. И тому она у разы счастливейшая. Во-первых, ребенку очень плохо, когда один ребенок в семье расти. Хотя бы как минимум два, даже лучше, даже если три. Как кто-то из великих было, вспомню, сказал, что детей в семье для того, чтобы воспитать гения, должно быть как минимум три. Поэтому желаем тоже, чтобы заводили, не боялись. Это мало, это скучно. Если брать, как у меня старшему, 16 лет, а он второму 8, 9 лет, у них разница большая, то как бы не хватало того, с кем общаться, с кем играть. А уже младшие, когда пошли, то уже это банда. Одному ребенку в семье очень сложно. В плане том, что сложно, наверное, не тогда, когда в семье с родителями, а тогда, когда вырастет. У меня одна сестра, я почему-то всегда хотела еще и братика. Тоже с сестрой когда-то в детстве ругались, даже дрались, наверное, иногда. Но сейчас, наверное, ближе, роднее человека, чем сестра, нет. Любые вопросы, какие-то проблемы всегда сначала к сестре. Поэтому, наверное, детям не сейчас, а потом в будущем одни тяжело. После церемонии уручения ордена мать и меньшевальных промоу святочный концерт для женщин-литчины выступали творческие коллективы региону. Наши женщины и детей воспитывают и в карьере преуспевают. Причем представительницы прекрасной половины давно доказали, что им под силу и мужские профессии. Наш следующий сюжет о женщинах в погонах, о тех, кто элегантным нарядом предпочел строгую форму. Вера Лаврукевич службу в 116-й штурмовой авиабазе начала в 2013 году. Она механик групп радиотехнического обеспечения. Коллеги о ней говорят, служба в армии – этой женщине по плечу. Она на отлично справляется не только со своими служебными обязанностями, но и демонстрирует успехи в боевой подготовке и спорте. Практически и теоретически технику связи освоила она очень хорошо, очень быстро, в кратчайшие сроки. На оценку отлично и хорошо выполняют свои все служебные обязанности и приказы высшестоящего командования. Хотя, если подумать, не каждый мужчина смог справиться с охраной и обороной объекта, когда минус 28 мороз. Обеспечить полеты, потому что, как ни крути, есть какие-то внештатные ситуации, и нужно в кратчайший, в минимальный срок найти правильное решение и выполнить задачу. Также охрана имущества связи. Потому что у нас, допустим, как наше связное имущество, за пределами даже находится вот этого вот объекта, поэтому суточно мы охраняем. И вот это выполняет, это работа наша прекрасная, наша хрупкая женщина. Поэтому мы очень рады, гордимся ей. Перед военнослужащими отделения связи и радиотехнического обеспечения 116-й штурмовой авиабазы стоят разноплановые задачи. Это обеспечение устойчивой связи командования авиабазы с лётными экипажами и всеми наземными службами, охрана обороны объектов, обслуживание техники и вот в строй неисправной. Немаловажная роль отводится и работе ближнего привода радиомаркерного пункта. Именно здесь и начинала свою службу Вера Лаврукевич. В её задачи входило обеспечить посадку самолётов на взлётно-посадочную полосу аэродрома. Лётчик, когда пролетает непосредственно наш привод, получает определённые звуковые сигналы, по которым он ориентируется, где он находится и правильно ли он на своём пути к взлётно-посадочной полосе. Большое место занимает непосредственно на этом приводе – это кодовый неоновый светомаяк, огни посадочные, импульсные. Это всё показывает лётчику, ориентирует его в сложных материологических погодных условиях. Вера Лаврукевич уверена, армия – это настоящая школа жизни. Здесь учишься дисциплине, ответственности, взаимовыручке и патриотизму. Я из семьи военного. У меня отец офицер запаса, подполковник. И жизнь моя проходила, естественно, навеяна была военной атмосферой. И это не могло никак не оставить никакого следа в моей жизни, в моём выбранном жизненном пути. Если для человека слово «родина» и «патриотизм» – это просто слова, тут, конечно, делать, так скажем, будет нечего. Но, имея любовь к родине и большой патриотизм, достойно выполнять свою работу, относиться честно, правильно, я думаю, что в этом случае совершенно не важно, мужчина ты или женщина. Вера Лаврукевич поделилась. Сейчас она даже не представляет, что судьба могла бы сложиться иначе. Ведь служба в 116-й шап – для неё не просто работа, а второй дом. Я считаю, что женщина имеет право, может успешно выполнять обязанности военнослужащего, быть призвана в ряды Вооружённых сил Республики Беларусь. По многим факторам мужчины у нас выполняют, конечно, в нашей части, в нашей базе, они выполняют непосредственно самую важную роль, на них возлагается вся ответственность, это даже те же наряды, командировки и так далее и тому подобное. Но, так скажем, армия – это не только автоматы, стрельбы и выезды из гарнизона, это и ряд документационной работы, которая требует скрупулёзности и её своевременной обработки. И вот в этом деле женщины просто незаменимы. С немужской профессией связала свою жизнь Анастасия Гринюк. Девушка закончила Минский командный инженерный институт МЧС. Сейчас это университет гражданской защиты МЧС. И по распределению попала в Лиду. Сразу работала инспектором сектора Госпожнадзора на объектах предприятия «Аллакокраска». Позже в Кареличах осуществляла дознание по пожарам и занималась пожарно-профилактической работой, направленной на предупреждение пожаров и гибели людей на них. Затем Анастасия вернулась в Лиду. Сегодня она инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью в Центре безопасности МЧС. Она обучает детей правилам пожарной безопасности, поведения в лесу, на воде, на дороге, а также оказанию первой помощи. Конечно, работа очень тяжёлая. Приходилось выезжать на пожары и в ночное время. Это для меня было очень морально тяжело. Но, конечно, тяжело, когда сталкиваешься вот с этой трагедией, в которую люди окунаются – это и гибель, это и травмы различного характера. Конечно, очень всё тяжело. Поэтому наша работа направлена в первую очередь на предупреждение пожаров и гибели людей на пожарах. Анастасия Гринюк считает, что женщины тоже могут внести свой вклад в обеспечение безопасности граждан. Спасти человека можно даже словом. Предупредить об опасности, научить сохранять спокойствие в чрезвычайной ситуации и вовремя среагировать на происшествия. Это отдельное мастерство. И в нём тоже нужен профессионализм. Несмотря на то, что у девушки нет педагогического образования, она легко находит общий язык с детьми и подростками. Поэтому на занятиях её они слушают внимательно. Мы говорим всегда «спички детям, не игрушки». Это мы обучаем. Поэтому, как показывает и статистика, что большая часть пожаров изникает именно из-за неосторожного обращения с огнём. Поэтому соблюдайте правила пожарной безопасности. Ну и, конечно, хотелось обратиться к родителям в первую очередь. Даже играя с детьми на тему пожарной безопасности, вы учите их соблюдать именно все эти элементарные правила. Несмотря на то, что и Вера Лаврукевич, и Анастасия Гринюк – женщины в форме, они, как и все представительницы прекрасной половины, любят наряды, умеют готовить, занимаются творчеством и, конечно же, 8 марта ждут цветы, подарки и сюрпризы от любимых мужчин. Накануне «Дня женщин» в Гродно состоялся областной этап республиканского профсоюзного конкурса творчества трудовых коллективов «Новые имена Беларуси-2018» среди членов Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса. Личане представляли четыре номера. В номинации «Вокал» выступили инженер по качеству предприятия «Лида хлебопродукт» Елена Адамович и педагог-организатор Лицкого лицея миллиардативного строительства Светлана Лапян. В номинацию же «Хореография» за победу боролись рабочие «Лида хлебопродукта» Алексей Динко и дуэт молочно-консервного комбината в составе инженера Виктории Таврук и оператора Дениса Бурноса. Очень радостно отметить то, что наши коллективы очень творчески подошли к подготовке этого конкурса. Их выступления были высоко оценены профессиональным жюри и все участники были поощрены памятными подарками и награждены дипломами участников областного этапа конкурса. Если сравнивать с прошлогодним конкурсом, этот конкурс представлен был более профессиональными уже. То есть, ну это, как обычно, с каждым годом все более и более подготовленные участники выступают. Все участники наши тоже были нацелены на победу, но, скажем так, в номинации «Вокал» в тройку призеров нам войти не удалось, а в номинации «Хореография» два наших коллектива, которые представляли танец «Ля Вонюху» и «Дагестанская лесгинка», заняли почетные третьи места. И согласно положению о конкурсе, значит, не более трех участников, это получают те, которые заняли первое, второе, третье места, могут быть представлены на республиканском этапе этого конкурса. Пока это окончательно еще не определено, будет определено дальше, мы будем следить за развитием событий. По итогам работы за 2017 год система образования Лидского района заняла третье место, уступив лишь Ленинскому и Октябрьскому районам Гродно. При подведении итогов областного конкурса на лучшую организацию работы отделов образования учитывался ряд показателей качества образования. Год был непростой. Предыдущие годы нам не приносили призовых мест. Мы поработали именно непосредственно, откровенно говоря, над показателями рейтинга. То есть, который проводится в Гродненской области. То есть, был сделан упор именно на эти показатели ключевые. Хочу сказать сразу, что это, в принципе, субъективная оценка, потому что вывести призовые какие-то качественные места в системе образования достаточно непросто. Но, тем не менее, оно все-таки по совокупности определяет лучших. Конечно же, в 2018 году нам предстоит плотно поработать коллективно. Каждый педагог должен поработать для того, чтобы мы поднялись еще хотя бы на строчку выше по результатам 2018 года. Хотелось бы сказать, что несмотря на сложности, которыми был наполнен 2017 год в образовании, педагогическая общественность потрудилась достаточно хорошо. Как показатель, это диплом, это призовое место. Я хотел бы выразить искренние слова благодарности каждому педагогу, каждому работнику системы образования. Пожелать всем нам удачи в 2018 году. Подведены итоги на лучшую организацию в 2017 году работы по развитию учреждений образования личины. В числе победителей – Лицкий дошкольный центр развития ребенка номер один, Яслисад номер 24, детский сад деревни Огородники, Лицкая гимназия, первая Лицкая детвянская школы и районный экологический центр детей и молодежи. Награды получили и 49 педагогов нашего региона, которые подготовили победителей и призеров республиканских предметных олимпиад. Что касается работы отрасли физической культуры и спорта, то по итогам 2017 года Лицкий район в областном смотре-конкурсе по развитию спорта занял первое место, а в областном смотре-конкурсе по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе – третье. В районном же смотре-конкурсе среди спортивных школ Лицкого района победителем признана с дюшор «Лакокраска» по академической гребле. Второе место занялась дюшор номер 3 Лицкого района, третье – Лицкая комплексная детско-юношеская спортивная школа номер 4. И еще о наградах Лицкий лицей мелиоративного строительства «Лучший на Гродненщине». В областном конкурсе на лучшую организацию работы учреждений профессионального образования среди профессиональных лицеев он занял первое место. В тройку лидеров также вошли Гродненский профессиональный лицей строителей номер 1 и Ивьевский сельскохозяйственный профессиональный лицей. Учитывалось все – и набор учащихся, и трудоустройство учащихся. На протяжении последних трех лет 100% трудоустройство наших учащихся. Да, возникают вопросы, возникают какие-то моменты, но благодаря сотрудничеству и нашим лицким райисполковым сотрудничеству с базовыми предприятиями нам удается постоянно трудоустраивать 100% наших учащихся. Учитывалось пополнение небюджетного счета и участие учащихся в спортивных соревнованиях, участие в олимпиадах, конкурсах профмастерства, конкурсах технического творчества. Разряды, получаемые учащимися по итогам выпуска, практически более 50 показателей участвовалось в этой работе. Результаты у нас, конечно, были. Не так давно, допустим, например, подарок наших учащихся был преподнесен президенту на акции «Наши дети». Наши учащиеся очень активно участвуют во всех областных и республиканских мероприятиях. Я не скажу, чтобы это была наша цель, вот именно первое место. Наша цель, она была и остается, это отдача каждого работника лицея на своем рабочем месте, от уборщицы служебных помещений до директора. Если каждый выполняет качественно свою работу, вот отсюда и выходит такой результат. Ну а основная наша цель – это образование и воспитание наших учащихся. Вот к этому мы и стремимся. В Лицее мелиоративного строительства сегодня по пяти специальностям занимаются 437 учащихся. Здесь готовят трактористов, машинистов, машинистов, экскаваторов, водителей, слесарей, электрогазосварщиков, поваров, кондитеров и парикмахеров. В новом учебном году план набора останется на уровне прошлогоднего. 130 человек на базе 9 классов и 25 на базе 11. В плане набора у нас для учащихся у нас остаются те же специальности, но мы работаем не только с учащимися, мы работаем со взрослым населением. Для взрослого населения у нас открываются, будут в этом году новые специальности, в частности по маникюру. Будет набор в этом году. Применение новых IT-технологий для решения задач отвода и таксации лесосек. Эту тему на неделю обсуждали в Лиде главные лесничие и инженеры лесхоза в Гродненской области. Они поделились опытом использования прогрессивных технологий и инструментов в лесном хозяйстве и ознакомились с новыми современными информационными технологиями, базирующимися на геоинформационных системах, аэрокосмических методах, системах глобального позиционирования и телекоммуникации применительно к задачам лесного хозяйства и лесоустройства. Посетив Лидское лесничество Лидского лесхоза, участники семинара совещания на практике увидели технологию использования различных приборов. Используя чешские технологии, объединяем использование нескольких электронных приборов, таких как угломеры, высотомеры, измерение объема древесины, мерные вилки так называемые и других измерительных дальномеров, там приборов. Эта технология позволит уменьшить количество людей, которые задействованы на работах по отводу и таксации наших лесосек. Ну и в любом случае это движение вперед, прогрессивные технологии, которые уже используются в 40 странах мира. В работе семинара совещания приняли участие и преподаватели кафедры лесоустройства лесохозяйственного факультета Белорусского государственного технологического университета. Представители науки презентовали информационные системы, информационные и компьютерные технологии, которые используются на практике при решении задач лесоустройства и лесного хозяйства. Кстати, многие работники лесхозов в Гродненщине и выпускники именно этого факультета. В технологическом университете сейчас есть специальные дисциплины, в частности, например, использование систем глобального позиционирования для целей лесного хозяйства, есть такая дисциплина, изучается на четвертом курсе, где студенты изучают методы отвода лесосек именно с использованием системы GPS. По электронным приборам сбора информации, да, наши студенты также, в общем-то, знают эти технологии, мы имеем электронные мерные вилки, может быть, не самые современные, как вот здесь показывали, но тоже достаточно современные, чтобы студенты смогли освоить и на практике попробовать их использование непосредственно в лесу. В десятый раз молодые семьи авиаторов собрал на одной сцене смотр-конкурс среди семей военнослужащих «Семья Кристалл общества». В этом году за победу боролись Александр и Милан Родион, Андрей и Мария Жук, Дмитрий и Ирина Янкины, Никита и Анастасия Луцевич, и Игорь и Валентина Сгеря. Они устроили настоящее шоу, которое не оставило равнодушным никого. Только зрители голосовали аплодисментами, а жюри – баллами. В работе военнослужащих 116-й штурмовой авиабазы творчества мало, однако смотр-конкурс «Семья Кристалл общества» на три часа позволил им забыть об уставе, дисциплине, приказах и полетах. На сцене молодые офицеры их жены демонстрировали свои таланты, креативили и удивляли жюри и зрителей. Группы поддержки их всячески подбадривали. Чтобы раскрыться, у участников конкурса было шесть испытаний. В визитке они рассказывали о себе, а в следующем конкурсе – о своей малой родине. Ведь военнослужащие, как известно, и их жены служат там, куда пошлют. В спортивном состязании пары выясняли, чья семья самая ловкая. В испытании под названием «Экспромт» они мастерили животное из предложенного материала. Также верным спутницам авиаторов было предложено собрать разобранный стул, а их мужьям в противогазах, конечно же, с помощью подсказок жён, пришить пуговицы. Во время конкурса не раз говорилось, что офицерские жены – надёжный тыл. Они всегда рядом, всегда поддержат и всегда помогут. Многое зависело от прекрасной половины и на сцене. Каждое конкурсное испытание заставляло зрителей и поволноваться, и улыбнуться. Настоящий же восторг вызвало последнее состязание – исполнение танца. Каждая пара представила свой номер. Одни удивляли движениями, другие – артистизмом, а семья Жук – к примеру, костюмами и представлением. Оглашение итогов конкурса с особым чувством ждали и его участники и зрители. Жюри не сразу пришло к единому мнению, ведь у каждой семейной пары была своя изюминка, свой шарм, да и количество баллов до танцевального конкурса у двух пар было одинаковым. Так что, кто станет победителем, оставалось интригой. Однако тройку сильнейших жюри определить всё-таки пришлось. Третье место было присуждено Никите Анастасии Луцевич, второе – Игорю и Валентине Сгеря. Победителями же 10-го юбилейного смотра конкурса «Семья – кристалл общества» стали Александр и Милана Родион. Их семье два года. Первое место в конкурсе среди семей военнослужащих – одно из ярких событий в их семейной жизни. Ведь в подобных мероприятиях они ни разу не участвовали. Узнали, какие конкурсы будут, визитка, танец, про мой край и начали готовиться. Две недели нам была подготовка. Мы всё по-быстрому слепили, что у нас было – фотографии, видео. И решили сделать небольшую визитную карту про родный код и танец. Я счастлив, что я победил и взял первое место. Семья Сгеря уступила семье Родион совсем немного. Однако оказавшиеся на втором месте ни Игорь, ни Валентина проигравшими себя не считают. Они вместе уже полтора года, и самая главная их победа – любовь и взаимопонимание. Эти чувства помогли паре и готовиться к конкурсу, и выступать. Готовиться к конкурсу мы начали где-то за недели две до объявления даты конкурса. Потому что сложные задания были, и визитку сложно было подготовить, и собрать нужно было детские фотографии моего мужа, и мои детские фотографии. Объединить это какой-то одной целью. У нас это получилось объединить через пору года осень. Точно так же было сложно и с подготовкой эссе на тему «Мой родный куд, як ты мне милый». Потому что тоже вдвоем родом из разных населенных пунктов, но тем не менее нашли способ тоже объединить наши жизни и объединить наши, скажем так, родные места. Ну, а танец – самый сложный конкурс, скажем так, потому что мы… Он для меня сложный. Да, сложный был для супруга, потому что супруг у меня от сцены далекий человек, как бы к творчеству как таковому отношения не имеет большого, но тем не менее он у меня справился. Все у нас получилось хорошо. Я считаю, что мы выступили на достойном уровне. Если семья с Геря, как и семьи Луцевич, Жук, Янкиных вернулись после конкурса к обычной жизни, то его победителям пока об отдыхе придется забыть. Впереди у них новое испытание поездка в Минск, где Александр и Милана Родион представят 116-ю гвардейскую штурмовую авиабазу в смотре конкурса среди семейных пар, соединений и воинских частей военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Такой была в нашем регионе уходящая неделя. Какой будет новое, мы расскажем в следующее воскресенье. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова